Уже 8 лет подряд каждый новый учебный год для учеников города начинается с вручения подарка. И при том совершенно особенного. Дневник севастопольского школьника. Особая традиция, бережно хранимая городом. В этом году издание посвятили героическим защитникам и освободителям нашего города. В Севастополе история Великой Отечественной войны – это особенная страница. Уверена соавтор идеи и инициатор выпуска севастопольского дневника Екатерина Борисовна Алтабаева. Если мы закладываем еще на уровне ребенка дошкольника, ребенка начальной школы, представление о том, в каком городе они живут, что такое Севастополь и его история, теперь субъект Российской Федерации, то я думаю, что вот эти, ну пусть банально звучит, но правда, гражданские патриотические чувства, они действительно формируют. Вот этот особый севастопольский дом, наш территориальный патриотизм, он безусловно сохранится. «Говорят, что отдавшие жизнь в бою спят под сенью небес, навсегда немые, но не здесь, не в гордом святом краю. В Севастополе мертвые и живые, словно скалы, в едином стоят строю». С этих строк Эдуарда Аркадьевича Осадова начинается издание этого года. В нем 40 разворотов. 40 сюжетов о героях, которые защищали город в период обороны 1941-1942 годов, боролись с фашизмом в годы оккупации и во время освобождения Севастополя. «Люди разных профессий, люди, которые сделали очень многое для Севастополя. Мне очень бы хотелось, чтобы ребята разных возрастов читали этот дневник, работая вместе с педагогами над сюжетами, которые здесь приведены, еще и еще раз вспоминали о тех, кто защищал город и кто его освобождал». Над новым выпуском вместе с Екатериной Алтабаевой, которая работает над дневниками много лет, трудилась молодой историк, сотрудник Управления культуры правительства города Виктория Рубеновна Авакян. Версткой занимался Сергей Меркулов. Оригинальное художественное оформление – заслуга дизайнера Марины Воронежской. «Очень хотелось, чтобы была севастопольская тематика, взять что-то из наших памятников. Она все-таки меня убедила, что нужно взять эту скульптуру Учетича в Криптовом парке «Войн-освободитель», поскольку она в Берлине установлена, эта скульптура, и она символизирует победу советского народа над фашизмом, освобождение Европы от фашизма. И она говорит, что это так актуально сейчас». На обратной стороне обложки многотысячное шествие бессмертного полка в столице. Издание дневника стоит немалых средств. Только в этом году было потрачено больше миллиона рублей. «Часть средств нам предоставило наше региональное отделение партии «Единая Россия», а часть средств, честно говоря, больше предоставил Алексей Михайлович Чалый. Но это уже теперь его личные деньги. И, конечно, мы очень признательны нашим спонсорам, но совершенно точно понимаем, что для сохранения нашей традиции впредь, наверное, нам нужна государственная поддержка». Перед тем, как отправить дневники в типографию, в середине лета уточняется количество учеников. С прошлого года в севастопольских школах наблюдается большой прирост учащихся, и количество экземпляров сложно угадать. Потому первоклассники ученики выпускных классов дневники не получат. Зато севастопольский дневник достанется каждому школьнику со 2 по 10 класс. Ксения Багинская, Виталий Козловский, Севинформдоро.